Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Булькова. Я рада вас приветствовать либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте mir-lanove.ru Сегодня речь пойдет о работе в программе Cross-Titch Pro. Сегодня я вам расскажу о своих методах работы с мануалом программы. В прошлом своем уроке, выложенном на сайте, я рассказывала о том, где можно найти секреты по работе программы Potemaker. А сегодня речь пойдет о Cross-Titch Pro. Вообще к мануалу программы Cross-Titch Pro у меня особое отношение. Когда-то, когда я начинала снимать уроки, а это было в конце 2013-го, начале 2014-го года, мануал программы был единственным источником достоверной информации о работе в этой программе. Уроков открытых не было, информации не было, поэтому я и сидела, переводила мануал, проверяла, как все работает в программе и затем уже писала свои уроки. И у меня есть свой личный мануал Cross-Titch Pro, весь испишенный пометочками, всякими закладочками. Наверное, если бы он имел бумажный вид, он, наверное, был очень потрепанный за эти годы. Ну вот, как я с ним работаю, а также много всего интересного, в том числе о том, как работать можно в самом Cross-Titch Pro я вам расскажу. И первое, что я вам скажу, я напомню, как можно открыть мануал программы. Любой, не только Cross-Titch Pro можно открыть при помощи кнопочки F1, либо заглянуть в справку и найти соответствующую строчку, например, руководство. Итак, кликаем на руководство и у нас открывается наш мануал программы, который можно просматривать. Ну и давайте мы вначале разберемся, как же его можно просматривать в самой программе. Для этого в программе существует встроенный PDF-обозреватель. Вот сейчас о PDF-обозревателе поговорим. Тем более, в этом PDF-обозревателе можно не только просматривать мануал программы, но можно делать много интересных вещей. И первое, на чем я остановлюсь, на том, как здесь можно все просматривать. Режимы просмотра, можно сказать. Режимы просмотра можно найти здесь, в нижнем левом углу. Первая кнопочка маленькая, она возвращает нас, можно сказать, в изначальное состояние. Вторая кнопочка увеличивает масштаб просмотра. Третья уменьшает, плюс-минус. Четвертая помогает просматривать по ширине страницы, либо по высоте. Можно просматривать две страницы одновременно. Но с режимом просмотра мы разобрались. Далее переходим в верхнюю панель. Самая первая кнопка в верхней панели позволяет просто закрыть руководство и выйти из него. Хотя это можно сделать просто закрыв PDF-обозреватель. Затем при помощи второй кнопочки можно просто распечатывать любой PDF-файл. При помощи третьей кнопки можно сделать соответствующие настройки для печати. А вот при помощи четвертой кнопки «Открыть» можно в этом PDF-обозревателе открыть любой PDF-файл, который находится вне программы. Далее с помощью четвертой кнопочки можно любой PDF-файл сохранить под каким-либо своим названием. В том числе можно открытый мануал программы сохранить вне программы, например, на рабочем столе под каким-либо своим названием. Вот я, например, называю мануал, мануал кросса и сохраняю на рабочем столе. И все, я могу этот файл просматривать вне программы. Уже мне не нужно открывать для этого кросс. Далее. Далее есть здесь кнопочка поиска. Но я так понимаю, что поиск нужно вести по каким-либо английским словам. И далее тоже здесь есть интересные опции по работе с PDF-файлами. Можно в этом PDF-обозревателе удалить текущую страницу. Можно ее повернуть. Давайте здесь повернем страничку. Далее что можно сделать? Далее можно перемещать страницы вверх и вниз, если вам это нужно. При помощи стрелочки «Вверх» можно вот эту страницу переместить вверх на одну, но здесь мы не сможем увидеть, поскольку это самая первая страница. Но можем переместить вниз. Но я не хочу здесь портить мануал кросса, но странички перемещаются. Далее есть тоже очень интересная кнопочка «Плюсик». Если вы кликните, то она тоже будет открывать файлы. Но каким образом она будет открывать PDF-файлы? Она откроет PDF-файл за последней страницей от этого файла. И если мы потом сохраним этот общий PDF-файл, то получается при помощи PDF-обозревателя можно склеить несколько PDF-файлов. То есть этим можно пользоваться. То есть он неким образом редактирует даже наш PDF-файл. Далее. Далее здесь простые кнопочки «Откат вперед-назад». И еще что здесь можно сделать? Можно установить авторство PDF-файла и его запаролить. И я решила проверить, хорошо ли работает запароливание. Можно ли этим пользоваться. Проверила. Можно пользоваться. И сейчас я вам покажу, как можно запаролить ваш любой PDF-файл, если вам это нужно. Итак, я открыла первый попавшийся PDF-файл, который у меня есть. И сейчас я наложу на него пароль. Авторство я не буду ставить. Это не мой файл. Я не являюсь автором этого файла, но пароль могу наложить. Здесь есть возможность выбрать либо 40 бит, либо 128 бит. Я, честно говоря, не знаю, чем одно от другого отличается. Я выбираю первый попавшийся 40 бит. И далее я ставлю простой пароль владельца. То бишь «Я владелец» и пароль для пользователя. И если вы здесь увидите, здесь можно либо разрешить печать, либо не разрешать печать. Есть возможности по разрешению редактирования, либо не разрешения и так далее. Я, допустим, все запрещаю делать. Я запрещаю и печатать, и вносить изменения, и вносить примечания. Говорю «Окей». И после этого я свой запароленный файл сохраняю в каком-либо месте на своем компьютере. Итак, я его сохранила в отдельной папочке. И сейчас мы попытаемся его открыть вне программы. Итак, я открываю PDF-файл. И у меня этот акробат запрашивает пароль. Я ввожу пароль хозяина. 1, 1, 1. Ну, все, у меня все можно просматривать. И давайте попробуем ввести еще пароль пользователя. Работает ли? Ну, я знаю, что работает. 2, 2, 2. Я делала пароль. В общем, можно этим пользоваться. И я попытаюсь его распечатать. Можно ведь просто распечатать. Итак, я пытаюсь кликнуть на печать как пользователя, но она у меня скрыта. То есть, я распечатать не могу. Могу ли я что-то изменить? Аннотации? Редактировать что-то? Вот. При нажатии на кнопочку «Редактировать текст изображения» у меня опять выскакивает защита. То есть, на самом деле, эта защита очень хорошо работает. Так что можно ею пользоваться. То есть, эксперимент удался. Ну и давайте я напомню, как можно включать использование PDF-обозревателя и отключать. Когда вы установили первый раз программу, то у вас включена опция просмотра всех PDF-файлов в данном PDF-обозревателе. Это что значит? Это значит, что все схемы, если вы будете экспортировать в формате PDF, будут автоматически просматриваться в этом PDF-обозревателе. У меня эта опция отключена, но вы можете включить и пользоваться ею. Использовать встроенный обозреватель для PDF-файлов. Данная опция находится во вкладочке «Настройки». Но опять-таки, мануал можно будет просматривать только при помощи этого PDF-обозревателя, если смотреть его в самой программе. Ну и далее, давайте я напомню, что кроме мануала программы, в самой программе можно просмотреть три файла, в которых рассказывается про обновления программы CrossTitch Pro, поскольку программа CrossTitch Pro постоянно обновляется. На эти обновления можно опять-таки выйти во вкладочке «Справка». Здесь есть «Руководство V1» — это обновление 2012 года, «Руководство V2» — обновление 2013 года и «Руководство V3». Это все обновления, которые были сделаны в программе после 2013 года. Как раз те обновления, которые произошли, когда я уже снимала уроки по этой программе. И что я предлагаю для удобства сделать? Я предлагаю к мануалу программу приклеить все три файла с новостями, с обновлениями, для того, чтобы можно было использовать вне программы, поскольку в самом PDF-обозревателе, в самой программе, не очень удобно делать, искать какую-то информацию, если честно. Поэтому я обычно его смотрю вне программы. Давайте это сделаем. Итак, я открыла саму мануал программы. И далее я при помощи кнопочки «Плюс» открываю на своем компьютере подряд файлы с обновлениями. Где они находятся? Они находятся в папочке «Programs Files» 86. Ищем папочку «Crustich Pro». И вот наши файлы с обновлениями «New», «New2», «New3». И я по порядку все их открываю при помощи кнопочки «Плюс». Итак, открыла «New», далее я открыла «New2», и далее я открыла «New3». После этого я сохраняю данный мануал программы полностью где-либо у себя на компьютере. Итак, я открыла полный мануал вне программы. И теперь я могу читать, например, в этот «Acrobat Pro». Вы можете открыть в той программе, которая у вас установлена на вашем компьютере. В том числе можно, например, использовать такую хорошую программу, как StdView Viewer. Но я сейчас вам покажу, как делать меточки при помощи «Acrobat Pro» закладочки. Поскольку на самом деле мануал кросса не такой удобный, как, например, мануал программы «PT Maker». Если вы смотрели мой прошлый урок и заглядывали в мануал «PT Maker», там есть много-много закладочек, и все очень быстро можно найти. Как сделать так, чтобы и мануал кросса был более удобен для работы, если это вам нужно. Сейчас я вам покажу, как сделать любую закладочку. Как просматривать страницы по порядку, можно, используя миниатюры страниц. Давайте сделаем какую-нибудь новую закладочку, которая нам нужна. Давайте мы сделаем пометку на примет того, как рисовать, допустим, стежки всяко-разно. Как можно быстрее всего сделать нужную закладочку по порядку. Итак, я выделяю слово, в данном случае на английском языке, и кликаю на функцию «Новая закладка». Итак, «Новая закладка» у меня есть, причем автоматически название этой закладки создает сама программа, копируя то, что я выделила. Можно сделать закладку на русском языке, если вам это надо. Вот все, закладочка готова. И так далее можно по всей программе пройтись и делать закладочки в нужных местах, и затем ими пользоваться. И что я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать закладки по обновлениям. Как я говорила, здесь есть три файла по обновлению. V1, V2, V3. Ну и я сделаю несколько закладок. Вот, напишу на русский, по-русски «Обновление 2012». Далее здесь есть обновление 2013 года. И вот я при помощи миниатюры страниц выхожу на очень интересный файл с обновлениями. Это обновление 2020 года. Почему я делаю акцент именно на этом третьем файле? Про обновление, потому что совершенно недавно, в конце прошлого года, разработчик программы Dave Petters обновил этот третий файл. И появилось очень много интересных обновлений. Именно по той теме, по которой я в прошлом году делала много-много уроков. Появилось много токенов новых. И шаблон по печати сейчас делать можно намного быстрее, чем то, как я рассказывала. Вот я вам показываю этот файлик с обновлениями. Здесь обновления, начиная, как я говорила, с 2014 года. О многих я рассказывала, но не обо всех. Ну, о том, какие же изменения внес разработчик в свою программу, я буду рассказывать в отдельных уроках. Об этом я не буду рассказывать, но я как бы делаю анонсик. Про некоторые я рассказывала, но далеко не про все. Поэтому вот про обновления я буду говорить уже в своих последующих уроках. Ну и напоследок я вам покажу, как я использую Google Переводчик, если мне надо что-то перевести. Например, мне нужно перевести данный постик. Я его копирую и затем помещаю в Google Переводчик. Ну и примерное содержание можно прочесть. Ну, оно не всегда, конечно, благозвучное по-русски, но, в принципе, если знаешь английский, то как-то можно понять, что означает то или иное обновление в программе. Закончить свой урок хочу тем, показать, что мануал файла формата PDF можно еще открывать при помощи программы с TDF Viewer, о которой я неоднократно упоминала на страницах своего сайта, своих уроках. Очень хорошая программа. Единственное, что я тут не поняла, как делать метки. То ли их тут сделать вообще нельзя. Здесь можно тоже закладки просматривать, эскизы страниц. И вот здесь есть возможность просматривать закладочки. Вот я выхожу спокойно на закладочки. И можно копировать текст, копировать картинки. Это находится во вкладочке инструмента. Вот если мы кликаем на выделение текста, то я тоже могу скопировать текст, скопировать и, допустим, поместить в тот же самый Google Переводчик. Ну вот на этом я свой урок по том, как можно работать с PDF-обозревателем программы CrossTitch Pro, с мануалом программы вне программы, что можно с ним делать, свои личные методы вам рассказала. На этом я урок заканчиваю. Следующий будет по обновлениям программы CrossTitch Pro. До новых встреч, до новых моих уроков. Пока-пока.